МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это наше время. Итоги уходящей недели подведут мои коллеги и я, Мирики Ульманов. Здравствуйте. ОСАГО для злостных нарушителей подорожает в три раза. В Минфине предлагают ввести повышающие коэффициенты для водителей, у которых больше четырех дорожных штрафов. Не приведет ли это к тому, что люди перейдут на липовые полисы ОСАГО, либо вообще откажутся от автостраховки? Сарманские львы разъехались по миру. В Оренбурге вручили главные награды кинофестиваля «Восток-Запад. Классика и авангард». Кто стал обладателем золотых статуэток? Стихи и проза. Почему поэзия оказалась не в чести у большей части молодежи? И кто те люди, кто все же пытается рифмовать строки? И в Грозном центральную улицу переименовали в честь героя России Александра Прохоренко. Вначале в Оренбурге пытались ограбить ломбард. Инцидент произошел накануне днем на улице Солмышской. Трое налетчиков пробовали прорваться в помещение, которое располагается на первом этаже 76-го дома. Но планом грабителей помешали сотрудники ломбарда. Они закрыли дверь изнутри. Однако отступать бандиты и не думали. Один из них кувалдой начал крушить стену. В это время на место преступления прибыл отряд СОБР и всех троих удалось задержать. Кроме кувалды с собой у них были пистолеты. Возбуждено уголовное дело. Подробности ограбления в полиции пока не раскрывают, ссылаясь на то, что в розыске еще один подельник. Предположительно, в банде он выполнял роль наводчика. Стоит отметить, что на счету этой банды уже есть одно ограбление. В конце июля они обчистили ломбард также на улице Солмышской в доме номер 45. Тогда у преступников удалось унести деньги и золото. Сегодня во второй половине дня на трассе Оренбург-Казань рядом с поселком Ленино произошло смертельное ДТП. 63-летний водитель «Шевроле Авео», двигаясь из Павловки в областной центр, на полной скорости врезался в столб. Шансов выжить у пожилого мужчины не было. Он умер до приезда скорой помощи. Удар был настолько сильный, что из моторного отсека вылетел двигатель. В полиции устанавливают причины аварии. Возможно, водителю стало плохо, либо его кто-то подрезал. И еще об одном дорожном происшествии. В Оренбурге на улице Шевченко водитель ВАЗа 12-й модели сбил пешехода. На кадрах с видеорегистратора видно, что молодая женщина переходила улицу по пешеходному переходу. Все машины остановили, чтобы пропустить ее, и лишь отечественная легковушка под управлением 40-летнего Оренбуржца продолжила двигаться с высокой скоростью и совершила наезд. В результате пострадавшую с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга отвезли в больницу. Автостраховка для злостных нарушителей правил дорожного движения, возможно, станет дороже. Минфин подготовил проект поправок в закон Набасага. Если их примут, то цена полиса будет зависеть от количества штрафов. К примеру, нарушил правила 5 раз в год, стоимость автостраховки вырастет почти в 2 раза. В случае, если штрафов больше 35, ОСАГО подорожает сразу в 3 раза. Насколько справедлива такая наценка? Мнение водителей, автоюристов и ГИБДД услышал Юрий Мишенин. Начиная с учебного года, можно сказать, что все стоит. Стоит движение на главных магистралях на небольших улочках. Ездить не нарушая ПДД очень сложно. Алексей Герасимов за рулем большую часть дня. Сначала служебный автомобиль, работа, потом личная машина, семья. В день по городу наезжает до сотни километров. Говорит, нужны железные нервы, чтобы соблюдать все правила. Он старается, но выходит не всегда. Нет-нет, да и нарушит. Незначительно, но нарушать приходится иногда с нашим движением. Где превысить скорость километров на пять? Где-то, допустим, если аварии объехать через встречку, просто выхода больше нету. Или по обочине. Ну, мелкие нарушения иногда приходится. Нововведение в обязательное страхование. Автогражданская ответственность, если их, конечно, примут, считает несправедливым. Нельзя привязывать число нарушений ПДД к стоимости полиса ОСАГО. Прежде чем водителей карать, нужно им создать нормальные условия для езды. Я понимаю, те, которые злостные нарушители, которые больше десяти тысяч, десятками тысяч штрафов набирают за месяц. К ним я согласен. А если приходится вынужденно мелкое нарушение сделать один-два раза в месяц, я думаю, что не стоит так делать. Резко сразу повышать. В проекте новых правил расчета стоимости полиса ОСАГО действительно повышение серьезное. Если в течение года нарушил правила от пяти до девяти раз, то платить за страховку придется в 1,86 раза больше. От десяти до четырнадцати раз – уже в два раза. А если за год более 35 нарушений, то полис ОСАГО подорожает уже в три раза. Это официально. И не обязательно тарифы вырастут именно так. Юрист Алексей Сергеев напоминает, в связи с увеличением выплат за ущерб в ДТП со 120 тысяч рублей до 400 страховые компании обещали повышение стоимости полиса всего на 30%. Но накрутками и дополнительными услугами увеличили тарифы в разы. Здесь, возможно, такая же математика. И тогда цена полиса вырастет до небес. С такими повышающими коэффициентами и с подходом страховщиков к нашему страховому рынку и отношениям потребителей вполне возможно, что мы столкнемся с тем же самым, когда добросовестный дедушка-дачник, который машину берет только на лето, и, соответственно, ездит на дачу, получив пяток штрафов, получит ОСАГО стоимостью в 15 тысяч рублей. И мы с вами понимаем, что он не купит полис ОСАГО за 15 тысяч рублей. Это приведет к тому, что дедушка на дачу будет ездить без полиса. И, попадая в аварию, мы опять возвращаемся к тому, что у нас ДТП с машиной не покрытой, соответственно, никакой страховкой. А потому наказание должно быть справедливым только злостных нарушителей и только за большое число серьезных проступков. В ГИБДД уверяют, в расчеты пошли только опасные дорожные движения, превышение скорости, выезд на встречную, проезд на красный. Те, которые могут реально привести к аварии. От нарушений ПДД до ДТП связь очевидная, доказана на практике. При проведении проверок по фактам ДТП с участием, скажем, водителей, по каждому участнику у нас дается правовая оценка. И порой диву даешься от того, что сколько раз попадался данный водитель за нарушение скоростного режима. То есть, начиная монолитику проводить, и выясняется, что водитель уже неоднократно привлекался к ответственности административной, начиная от нарушения скоростного режима, заканчивая более серьезными нарушениями правил дорожного движения. В ГИБДД уверены, увеличение стоимости ОСАГО должно повлиять на поведение автомобилистов на дороге. Если эти изменения примут, то нарушать ПДД будет весьма накладно. Юрий Мишинин, Виктор Гошенев. Наше время. Именем героя в Грозном появилась улица Александра Прохоренко. Прежде улица протяженностью около одного километра и расположенная рядом с парламентом Чечни была авиационной. Но по инициативе главы республики Рамзана Кадырова ее решено было переименовать в честь Героя России. Стоит отметить, что улица Прохоренко также есть и в нашем городе. Она расположена на малой земле рядом со стадионом Оренбург. Напомню, Александр Прохоренко родом из Тюльганского района. В марте этого года офицер погиб в Сирии. Латвийский режиссер Реннерс Вимба стал триумфатором кинофестиваля «Восток и Запад. Классика и Авангард». В Оренбурге подвели итоги международного конкурса фильмов. В этом году кинофестиваль посетило рекордное число зрителей – более 5000. За неделю оренбуржцы посмотрели десятки фильмов. Какие картины в итоге признали лучшими и кто уехал домой с золотыми сарматскими львами, знает моя коллега Юлия Гафарова. Сегодня у нас обстановка камерная, театральная. Ведущими торжественной церемонии стали актер Андрей Ургант и актриса Екатерина Волкова, под искрометные шутки которых победители выходили на сцену. К слову, многие участники фестиваля не дождались закрытия и разъехались. Поэтому, когда члены жюри начали объявлять имена лауреатов, выходить за заветными статуэтками оказалось некому. Ситуацию своими шутками спасал все тот же Андрей Ургант. А кто-нибудь из автора фильма здесь есть? Фильм «Тень», режиссер, продюсер, художник по гриму, по свету, девочек ловушка. В итоге золотых сарматских львов со сцене забирал программный директор конкурса. Награды обещали передать победителям. Настоящим триумфатором фестиваля стал молодой кинорежиссер из Латвии Реннерс Вимба. Его фильм «Я здесь», в котором режиссер показал простую деревенскую жизнь, собралось четыре кинонаграды. Очень много делается сейчас о миграции, как этим людям, как они живут, как они работают. А вот я захотел сделать фильм про тех, кто остается. Специальный приз гильдии киноведов присудила фильму «Человек, который спас мир». Датский режиссер Питер Энтони рассказал в своей картине о русском герое Станиславе Петрове, который предотвратил ядерную войну. Картина основана на реальных событиях, когда 25 сентября 1983 года советский офицер предупредил о ракетном нападении. Эта информация еще много лет была засекречена. Я выбрал этот фильм, потому что это никого не волновало. Мало кто знал про ядерную войну. Все больше интересовались футболом. Лучшим российским фильмом признана картина «Огни большой деревни». Лучшим режиссером стал Виталий Суслин, он представил фильм «Дефиле». Специальным призом за вклад в борьбу с экстремизмом отметили картину «Рядом с нами». Вручать награду вышел главный полицейский области Михаил Давыдов. Поднявшись на сцену, правоохранитель решил пошутить. Дорогие друзья, сегодня мы пришли не как обычно, не сданно, не гаданно. Сегодня мы пришли. Ожидаем и поздравляем. Награду из рук Михаила Давыдова получил протеерей из Новосибирска Александр Новопашин. Именно он стал автором фильма, снятого на актуальную тему. Картина рассказывает о том, как молодых людей вербуют в секту террористов. В своих фильмах я стараюсь сказать о том, о чем болит мое сердце, о том, что происходит в нашем обществе. Вообще, члены жюри отметили, в этом году было много открытий. В основном эксперты кино разглядели молодые таланты. Самому молодому 26 лет, самому взрослому 31. Лучший фильм вообще снял режиссер, которому 25 лет. И мы считаем, что у них высокий потенциал, но будущее покажет. Испорченные фильмы на кинофестивале тоже были. Об этом откровенно признался председатель жюри. Неоднократный обладатель «Золотой пальмовой ветви» премии «Оскар» и «Золотой глобус» Файт Хайдушка. В одних картинах была плохая музыка, в других отсутствовала драматургия и всякий смысл. Но, говорит, талантливым актерам и режиссерам можно дать шанс. Я всегда говорю, что Россия имеет хороших актеров, но их не знают в мире. Они должны быть известны в международном плане. И если фильм успешный, его надо отправить на международный фестиваль. И актрису тоже. Но это стоит много денег. На вопрос о политической составляющей он ответил, политика не должна влиять на искусство. Хорошие фильмы будут смотреть везде. А подобные кинофестивали – это шанс для дебютантов, чтобы их картины заметили. Юлия Гафарова, Вадим Нечаев. Наше время. Молодежь мало интересуется поэзией. Такую мысль на неделе высказал актер Артур Смольянинов. Он приехал в Оренбург и в рамках кинофестиваля «Восток-Запад» представил проект кинопоэзии. Звезда девятой роты декламировал стихи, а после признался. Таким образом он хочет вернуть позабытый интерес к высокой литературе. С тем фактом, что поэзия сейчас не пользуется популярностью, согласны и многие оренбургские литераторы. Хотя и новых стихов, и многообещающих стихотворцев хватает. Но читают их лишь единицы. Так есть ли шанс, что поэтические вечера станут привлекать молодых людей больше, нежели, к примеру, компьютерные игры? Мнение и комментарии услышал Виталий Сапожников. Я вас любил. Как выяснилось, Артур Смолянинов не только актер талантливый, но еще и хороший чтец. В Оренбурге он презентовал проект, посвященный поэзии, интерес к которой, по мнению артиста, неуклонно снижается. Суть его в том, чтобы привлечь внимание молодых, привлечь просто их внимание к поэзии. Московскому артисту вторят и оренбургские писатели. Поэзия, как жанр литературы, причем жанр непростой, все меньше привлекает юные умы, да и не только юные. Если в эпоху Рождественского, Евтушенко и Вознесенского стихи были настоящей отдушиной для читающего населения, то теперь максимум зачастую это то, что рекомендовано школьной программой. Говорят, молодежь не читает, а что люди старшего поколения у нас сегодня, активные читатели, хочется спросить. Набрал человек багаж в студенчестве, в школе и с ним пошел по жизни, к сожалению, практически ничего не пополняет. Впрочем, даже то, что по идее должны изучать в школе, не всегда остается в багаже человека. Как часто бывает, прошли и забыли. Вот как-то надо, может быть, перестроить программу с перецелом, добавить факультативы, дополнительных занятий. А вот знаменитый оренбургский писатель и журналист Сергей Хомутов уверен, поэзия – это жанр, увлечься которым против воли никак нельзя. А потому томик стихов под мышкой – это для единиц читателей. Если верить Бродскому, в его Нобелевской лекции прозвучала такая цифра. Он сказал, что во все времена на земле поэзии интересовались и читали 1% населения. Это, наверное, определенное состояние души, определенное количество людей, которые этим увлекаются. Что касается качества современной поэзии и, так сказать, ее литературной ценности, то вопросы здесь тоже возникают. Сергей Хомутов стоял у истоков создания премии «Оренбургская калоша», которую вручают за самые странные и непонятные стихи. С добрым утром, добрый город, новых радостей, тревог. С добрым утром, шум и шорох, растревоженных дорог. С добрым утром, щебет птичий, звонкий летом и зимой. С добрым утром, глаз синичий, любопытный и живой. Быть поэтом – это значит тоже, если правды жизни не нарушить, рубцевать себя по нежной коже. Конечно, свои Пушкины и Гумилёвы появляются раз в поколение. И чтобы распознать юный талант, в некоторых школах даже проводят поэтические вечера, основная задача которых – познакомить и заинтересовать ребят хорошими стихами. Некоторые из них уже и сами пробуют писать. Сидишь в любом месте, просто идешь даже по улице, и какие-то строки, и ты такая – о, это можно зарифмомать, и все, и ты идешь, 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 и у тебя получается стих. Писки, чистка во всероссийском масштабе, кто-то даже, чтобы избежать переписки, предлагал сквозь землю до важных тонок. Наверняка в этом потоке речитатива не каждый узнает текст классика отечественной поэзии Владимира Маяковского. Переложение известных и всеми любимых стихов на бит и исполнение в стиле рэп нынче в моде. К тому же, чем не популяризация поэзии? Кстати, и сами исполнители стихи пишут весьма неплохие. Изначально рэп в одном из источников трактуется как аббревиатура, которая расшифровывается с английского как ритмик American Poetry. Очень много поджанров, в которых, несомненно, есть лирика. Взять того же, допустим, места из наших представителей. Это баста, очень сильная лирика, ну и такая попа больше, но речитативная. Есть асайи, есть группа триада, это очень сильные лирики. Пожалуй, массовые чтения на площадях и стадионах в нынешнее время явление единичное. Наверное, только Вера Полоскова собирает полные залы. Сейчас, чтобы увлечь человека поэзией, нужен креативный подход, уверены эксперты. Тот же рэп или телепроекты вроде кинопоэзии. Но интерес к стихам, хоть и не то, что раньше, все же остается. И процитировать отрывок из условного Пушкина соотечественникам труда не составит. Виталий Сапожников, Владимир Семенов. Наше время. А какие стихи помнят и любят оренбуржцы, на поэтических предпочтениях наши корреспонденты поинтересовались у прохожих. Я помню чудные мгновения, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Белая береза под моим окном, принакрылась снегом, точно серебром. Пушистые ветки, снежные каймой. Раз что-то дальше не помню. Скажите, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были же схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помните Россия про День Бородина. ЛДПР не допустит фальсификации на выборах. Об этом на пресс-конференции заявил депутат Государственной Думы Андрей Луговой. Известный политик привез мобильные комплексы, которые смогут зафиксировать возможные попытки махинаций 18 сентября. Андрей Луговой не раз говорил в Оренбужье, работы по его профилю предостаточно. И последние события это подтверждают. Например, сейчас заместитель начальника управления областного министерства лесного хозяйства обвиняют в том, что с его подачи государственные земли ушли частным владельцам. Заместитель начальника управления. Андрей Луговой уже заявил о этой истории и возьмет под личный контроль. По его мнению, в махинациях нужно разбираться и дальше. Также партия ЛДПР намерена расследовать еще несколько громких скандалов. Например, в транспортном снабжении Бузулука. Там перевозкой пассажиров занялось новое предприятие, которое полтора месяца не могло обеспечить нормальное движение автобусов. А старым перевозчикам уже указали на дверь. Вот скажите, кому придет в голову остановить движение пассажирского транспорта? Слушайте, но вы сделаете так, чтобы люди были довольны. Почему люди уходят на улицу? Почему в больницу не только клиенты не могут попасть, больные сами, врачи не могут попасть в больницу? Опаздывают на операцию. Потому что транспорт они дают два часа. Едут из-за одного конца города в другой. Нет транспорта. Также депутаты Государственной Думы обещают разобраться с увольнением тысяч работников бывших Оренбургских авиалиний. И всерьез проанализировать работу региональной авиакомпании Оренбуржья. Эти вопросы у нас сегодня на контроле. Мы будем разбираться, каким образом куплены последние самолеты Л-410. Почему цена на них в два раза превышает закупочную стоимость? И, конечно, партию ЛДПР волнует предстоящий выбор. Андрей Луговой привез новую мобильную технологию, которая позволит проследить, насколько честно пройдет голосование. Ее обещают презентовать в ближайшие дни. Но уже сейчас либерал-демократы заявили, они сделают все, чтобы защитить право оренбуржцев на выбор. Мы в это верим и ради этого мы работаем. Работаем ради того, чтобы люди, отдавав свой голос нам, увидели, что можно изменить жизнь в отдельной взятой области, принимать законы для населения. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время. Чтобы молодежь не слонялась по улицам. Накануне в Оренбурге отметили день рождения школы бокса «Сармат». Отпраздновать решили нестандартно. Для жителей города юные боксеры устроили турнир. Ближе, 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 стой. За ним, за ним три утра. «Сармату» исполнилось три года, и его воспитанникам есть чем похвастать. Они постоянные призеры и финалисты первенств и чемпионатов города, области и Приволжья. Участники Кубка России. Девятиклассник Ливон Мавсисян в «Сармат» пришел год назад. Он увлекался футболом, хоккеем, но решил, что хочет стать профессиональным боксером. Мне здесь понравилось. Первые тренировки я провел здесь в хорошей компании. Мне понравились здесь тренера, как тренируют. Тоже самое компания, тоже хорошая. В «Сармате» сегодня занимаются порядка 250 детей. И популярность школы бокса с каждым днем растет. В этом году в нее записалось еще 150 мальчишек и девчонок. Мы работаем над этим, чтобы у нас здесь было постоянно. Дети менялись. Одни приходили, другие уходили. Это наша основная цель, чтобы двери этого красивого здания всегда посещали дети. Школа бокса не случайно появилась именно в промышленном районе Оренбурга. Главная цель создания «Сармата» – отвлечь от улицы подростков, проживающих на маяке. В мэрии говорят, что спортивные центры появятся и в других районах города. Это район улицы Салмышской. Как раз здесь вот новостройки, чтобы у ребят была возможность и девчат заниматься спортом. Потому что, в частности, по новостройкам, если мы не создадим условия, вот северо-восточная часть нашего города для занятий спортом, ребят, девчат, то мы получим, как следствие, через несколько лет, буквально 5-7, всплеск подростковой преступности. Когда спортивные центры появятся, глава Оренбурга не сказал, отметив ли, что строить их будут на деньги предпринимателей. Сегодня Россия отмечает День нефтяника. В Оренбурже черное золото добывают в середине 30-х годов. За это время из недр извлекли больше 580 миллионов тонн нефти. Все это результат работы многотысячного коллектива. Традиционно лучшие сотрудники предприятия «Оренбургнефть» получили награды. День нефтяника собирает сотни гостей. И здесь сотрудники, которые трудятся на предприятии сейчас, естественно, пригласили ветеранов, которые отдали промыслам десятки лет. Алла Загороднева занималась обеспечением запасных частей к буровому и нефтепромысловому оборудованию. Контролировала порядка 12,5 тысяч позиций. Избоев не было ни разу. А позднее уже заключала договоры на поставку нефти. Работа, признается, была трудная, но интересная. Молодежи я бы пожелала, чтобы они нашли себя. Чтобы им тоже как-то было интересно, чтобы у них получалось, и чтобы желание не пропадало. Награды, грамоты, слова благодарности за труд. На Дне нефтяника Традиционно отметили самых лучших. Среди них и Николай Сорокин. Его по праву называют волшебником, потому как сырую нефть превращают в товарную. Ну, бывают сырые установки, если в течение смены как-то сделаешь, уже доволен, что свою работу выполнил. Передаешь другой вахте, за душой болезни нет. Вообще, за последние годы компании «Оренбургнефть» удалось многое. Сохранен объем добычи, развивается газовая программа, приобретены новые месторождения. Это не только лидеры экономики, но и лучшее предприятие по подготовке молодых кадров и обеспечению охраны труда. Мы продолжаем оставаться на прежнем уровне по объемам бурения, продолжаем открывать новые месторождения и приобретать лицензионные участки. «Оренбургнефть» – это еще важный партнер для области. Компания поддерживает финансами проекты в сфере здравоохранения, спорта и культуры. Образование также не остается в стороне. Идет поддержка Роснефтькласса в Бузулуке и Бугуруслане. Впервые на нефтяника пошли учиться и школьники Сорочинска. Там открыли класс с 1 сентября. Работа нефтяников в Оренбургской области ценится, она нужна. Нефтяники – это треть налоговых поступлений в доходы бюджета Оренбургской области. И работа нефтяников всегда была и будет востребована еще долгие годы. День нефтяника отмечали не только в Бузулуке. Праздничные мероприятия прошли также в Бугуруслане и Сорочинске. А подарком для горожан стали выступления «Виосиняя птица» и участника шоу «Голос» Нодара Ревия. Екатерина Волкова, Дмитрий Примачек. Наше время. В поселке Благословенко прошел ежегодный турнир по волейболу среди сельских команд на призы компании «Газпромнефть Оренбург». На этот раз в соревнованиях «Спорт во дворе» приняли участие 4 непрофессиональных коллектива. Подробности в нашем сюжете. За главный кубок соревнования «Спорт во дворе» боролись 4 команды. Представители Оренбургского, Переволодского, Новосергиевского районов и компании «Газпромнефть Оренбург». Все команды довольно опытные и сыгранные, несмотря на то, что на крупные соревнования выезжать удается не так часто. А значит, каждая из них возможность еще раз проявить себя. Нынешний волейбольный турнир компания «Газпромнефть Оренбург» организует регулярно. Не забывает и про другие виды спорта. Для поклонников зимних видов спорта проводятся соревнования по хоккею. Ну а летом сельским командам добро пожаловать на волейбольную площадку. Конечно, очень большое внимание компания именно уделяет спорту спортивным сооружениям. И благодаря компании у нас сейчас имеются универсальные, есть две универсальные спортивные площадки, на которых можно зимой играть в хоккей, летом играть в мини-футбол. И мы на них проводим тоже соревнования на призы «Газпромнефти». В итоге все четыре команды показали жаркие и по-настоящему бескомпромиссные схватки. К тому же турнир проходил во время волейбольных финалов Олимпийских игр в Рио. Так что каждый на Оренбургском турнире хотел приобщиться к частичке большого спорта. Спорт во дворе в акции «Газпромнефть Оренбург» в очередной раз продемонстрировал хорошую площадку, красивую игру, судейство. И все жители рады этому. В итоге в финал вышли команды Оренбургского района и коллектив «Газпромнефть Оренбург». А в непростом поединке победу праздновали организаторы соревнований. Виталий Сапожников, Станислав Доминов. Наше время. И такой была эта неделя. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте 56nv.ru. Удачного начала новой рабочей недели и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова